Добрый вечер Значит, понятно, что у нас с вами полтора часа работы, и за эти полтора часа работы у нас есть две задачи. Первая задача – это донести то, что происходило на дискуссионных площадках, какие проблемы на дискуссионных площадках, круглых столах, и у нас шли еще игры, какие проблемы, ну и постараться ответить на те вопросы, которые были, как получился ответ на те вопросы, которые были заявлены для дискуссий. Значит, по замыслу конференции на эти вопросы модераторы дискуссионных площадок, которые были вчера, они письменно отвечали, а сегодня есть возможность сделать это сразу устно. Значит, поскольку у нас немного времени, то материалы все были прочитаны и подвержены такой условной экспертизе, поэтому по поводу вчерашнего дня, люди знают, кто будет выступать. По поводу сегодняшнего дня, я все-таки, поскольку Сергей Борисович и Елена Борисовна были последними в пленарной части, я предлагаю, ну хоть как-то извиниться перед ними за то, что пришлось скомкать доклад и предоставить сейчас выступить им первыми. Елена Борисовна, наверное, с вас, да, а Сергей Борисович потом поможет. Значит, регламент 7 минут, итого у вас 14 минут на двоих. Дорогие друзья, я очень сожалею, что нас не было вчера, мне очень было приятно сегодня поработать с группой, мы находились в пространстве игропрактик, и поэтому наши достижения, они могут быть оформлены еще в течение многих дней теми носителями игр, которые под свой фокус соберут результаты. Для нас, Сергей Борисович, это принципиальный метод введения прогностических игропрактик в образование. Мы этим с удовольствием занимаемся и всегда с территории увозим самые замечательные, иные, новые представления о том, а какое же будет образование следующего шага, или какое оно уже есть. И вот в этот раз наша игра фактически вопрошала на следующую тему, а какие большие образовательные проекты возможны в сегодняшнем мире. Мы опирались и на лекцию Сергея Переслегина, и на тезисы Владимира Африкановича Никитина о том, что мы фактически стоим в неких границах. Образование рядом, но и одновременно нужно что-то делать и с массовым образованием. И поэтому в рамках нашей игры мы рассматриваем большие проекты как охватывающие и образование рядом, и массовое образование. И вот по результатам двух тактов можно сказать, что мы пришли к очень интересному выводу, и, наверное, многие играющие меня поддержат. То есть открытием данного дня для нас был проект кочевого образования или образование странников, образование как экспедиция, образование как путешествие. В рамках игры «Знаневый коллайдер» мы положили этому проекту так называемые верифицирующие функции. Мы постарались попробовать прогнать собственно сценарий через серьезные испытания. И надо заметить, что если рассуждать, что игра носит прогностический характер, и в игре как в жизни, то испытание наш проект прошел. Для нас это очень интересный феномен, потому что в разных городах России так или иначе, хоть тушкой, хоть чучелом, проявляется этот проект. Он вылезает абсолютно помимо нашей воли. К тому же мы с Сергеем Борисовичем очень консервативно заканчивали советскую школу и являемся адептами советского образования, то есть математикой и русской. И поэтому для нас очень важно, что такая синхронизация в разных городах происходит. И поэтому мне бы очень хотелось, чтобы наши участники игры разносили весть об имени этого проекта. И мы надеемся на его становление в рамках страны. Медленную ползучую контрреволюцию в сторону образования как странствия, образования как экспедиция. Это создание нового и нового образа мира через постижение его в процессе путешествия, экспедиции. Вот у нас есть такой замечательный проект в Киеве. Камера как средство открытия мира. Камера как средство обучения мира. Вот это маленький подтакт такого проекта. Помимо этого замечательного проекта, который пока иллюзорен, есть только имя, везде оно называется, существуют и более понятные проекты. Это проект, как можно условно его назвать, всплыл в нашей игре, как лунная библиотека. Что значит лунная? Это мы просто как игра про активы вынесли на луну. Никакой она не лунная. Это проект архивации знания. Пересоздание структуры знания и его архивации. Это очень важное на самом деле дело. Потому что, как вы знаете, если проект не закроешь, то фон от этого проекта может убить все другие проекты. И проблема архивации некоторых вещей очень серьезно стоит. И вот этот лунный проект как раз у нас очень неплохо чувствовал себя в нашей прогностической методике. И кое-как тоже наш коллайдер прошел. Очень интересный был проект. До сих пор неоднозначное мнение о нем у Сергея Борисовича, у меня. То есть это проект для него глобализация. А для меня это прорывной образовательный проект, который и рождает вот это странствие. То есть материнская плата, материнский проект странствия существует и называется он у нас марсианское образование. И, наконец, мы отметили тенденцию нашего всего образовательного пула проектов в сторону. Несмотря на то, что у нас есть ЕГЭ, у нас есть регламенты, рейтинги и прочие неудобные вещи, образование будет мигрировать в область открытости, в область опустошения и применения нового, интеграции разного с разным. И это дает нам большие надежды. Я еще раз повторяю, что в технике знаневого реактора или знаневого коллайдера часто получаются хорошие прогностические результаты. Они получаются легко и за короткое время. Используйте эти технологии. То есть мы их создаем для вас. Спасибо большое. Я даю слово Сергею Борисовичу еще про содержание. Мне очень повезло, потому что редко, но мне тоже удается не только вести игру, но и в ней участвовать в качестве игрока. В этот раз именно так случилось. И в этой ситуации я смог на игре проверить гипотезу, которая у меня появилась в некоторых временах, и которую я собирался озвучивать на лекции, даже обсуждать, но не успел, не дошел до этого. Дело в том, что у меня есть странное ощущение, что нас ожидает абсолютно необычный феномен. А именно ренессанс, правда с очень сильным переструктурированием, классической классно-урочной системы. Вот совершенно той, которую мы читали в старых учебниках, и от которой очень многие давно советуют отказаться, многие уже даже и отказываются. Но для того, чтобы понять, почему я говорю о таком феномене, я позволю задать смешной вопрос. Вот мы говорим школьные предметы. Математика, литература, физика, химия. А еще у нас есть науки. Математика, литература, ну предположение, что это наука. Физика, химия. А еще у нас есть разные технологии, на эти науки завязанные. Мы, пользуясь одними и теми же словами, В итоге возникает ощущение, что школьная математика, это в общем почти наука математика, но там попроще или не такая, или не доделанная. То же самое касается школьной географии, школьной физики и прочее. Мне представляется, что сегодня, наконец, возникла прямая необходимость очень четко осознать, что школьный предмет абсолютно своеобразная конструкция, весьма значимая для людей и не имеющая прямой связи с соответствующими научными дисциплинами, просто потому, что она решает другие задачи. Такая интересная история. В свое время была большущая конференция, очень научная, по истории Франции. И вот люди выступают, докладчики, и каждый их начинает. Мы не должны говорить, учить историю Франции по романам Дюма. После четвертого выступления встал председатель. Историк не то, что с мировым, а с историческим именем. И вежливо спросил, а что, в этом зале есть хоть один человек, который учил историю Франции не по романам Дюма? И в этом плане можно сколько угодно говорить, что школьная география – это не географическая наука. Но 99% людей, закончивших школу, которые не стали потом географией, только таким образом и представляют себе мир географический. И никаким другим. А это означает, что школьный предмет в этом отношении абсолютно оригинален. Он должен, сообщая человеку минимум информации, давать ему максимум картины мира данного предмета. А это совсем другие требования. В этом плане у меня есть такое впечатление, что мы очень скоро начнем понимать предмет дидактически, совершенно по-иному, чем мы его понимали всегда. Построим специфические требования к этому предмету. Поймем, каким образом учитель может собрать знания группы предметов в своем. Естественно, каждый в своем. И в этом плане у нас, наконец, появится возможность в качестве результата школы иметь не только тех, кто сдает ЕГЭ, но и тех, кто будет иметь несколько связанных и включенных в единую систему картин мира. В принципе, к этому всегда пыталась склоняться советская школа. Хотя это никогда не обсуждалось как базовая модель. Все-таки там было важно, что школа – это вступительный пункт для вузов, ТУЗа или техникума. Но в конечном счете к этому мы начали подходить. Вот это мне представляется очень возможно будет одним из выводов конференции. Мы это получили в нашей игре по истории лунной базы. Спасибо. В следующий раз, Сергей Борисович, приедете. Мы вам покажем, как мы попробовали сделать, о чем вы говорите. Коллеги, дальше. Людмила Георгиевна, ну вот все, кто… Микрофон свободен. Вчера состоялась дискуссионная площадка по дошкольному образованию. Она у нас называлась «Дидактика дошкольного образования будущего. Вызовы и перспективы». Понятно, что нам пришлось, готовив эту площадку, переформулировать вопросы, которые было предложено обсуждать на дискуссионной площадке из-за специфики дошкольного образования. Мы взяли для себя такие вопросы для дискуссии. Какие вызовы современной дидактики дошкольного образования диктует изменение реальности? То есть изменился ребенок, изменился родитель, изменился социум. Какие технологические инновации приживаются в детском саду, какие не приживаются, по каким причинам? Про перспективы мы вопрос не сформулировали, хотя у нас в названии дискуссионной площадки он стоит. Но мы полагали, что в результате дискуссии мы, может быть, выйдем на какой-то ответ. Сразу могу сказать, что не вышли, немного погодя, но я объясню почему. На мой взгляд, какие фиксации общие мы сделали в ходе дискуссии? Первое. Современный дошкольник достаточно противоречив своих описательных характеристиках. То есть раньше описательная характеристика была более устойчивая и не противоречивая. Второе. Поляризация проявлений индивидуальных особенностей развития ребенка дошкольника становится все более выраженной. И поэтому мы пришли к такому выводу, что современная дошкольная дидактика дает ответ на вопросы о содержании образования, учитывая возрастные периоды развития ребенка. Но в ней нет ответа, как действовать практику, ну то есть воспитателю, с учетом двух описанных выше реальностей. То есть вот этой противоречии описательных характеристик и поляризации индивидуальных особенностей ребенка. У нас еще появилась такая как бы гипотеза и предположение, что на наш взгляд, вот нам, дошкольникам, не хватает в дидактике еще одной структурной единицы. То есть вот говорили про семь структурных единиц, мы бы добавили еще одно условие. И хорошо, если бы в дошкольной дидактике были бы описаны, при наличии каких условий действительно можно реализовать содержание того или иного дидактического подхода, или описать при отсутствии каких условий невозможно реализовать тот или иной подход. Следующая фиксация, которая у нас возникла в ходе разговора и дискуссии, о том, что дидактического материала по дошкольному образованию очень много. То есть сейчас издательство на рынок выбрасывает огромное количество книг, пособий, парциальных программ, которые являются дидактическими пособиями. Но мы отметили, что очень трудно практику воспитателю вообще ориентироваться в этой массе литературы. То есть есть, например, игры для детей раннего возраста или дошкольного возраста, например, авторов 25. На каких позициях эти авторы стоят, какую дидактику они представляют. Воспитателю очень трудно в этом сориентироваться. И поэтому мы отметили отсутствие систематизации содержания дошкольного образования, того, что было наработано в последнее время. Еще у нас возникла такая гипотеза об отсутствии системы культурной профессиональной экспертизы этой массы дидактического продукта. Я имею в виду по дошкольному образованию. Но мы говорили в то же время, что в культуре есть институциональные примеры, что такое возможно. Например, в Москве сейчас работает Центр экспертизы качества игрушки. И производители уже отдают туда игровой материал, экспертизу и хотят получить знак качества, что эта игрушка полезна для ребенка, является развивающей. Поэтому примеры такие, в принципе, в культуре есть. Также мы отметили, что все-таки есть проблема с профессиональной компетентностью работников дошкольного образования, которая даже в реализации подходов и принципов классической дидактики, ну вот, будем говорить так, ну, плохо, конечно, про себя говорить, плохо, но мы все-таки считаем, что уровень снижается профессионализма работников дошкольного образования. И те тенденции положительные по повышению заработной платы, например, и вообще статус дошкольного образования в системе общего образования, который вот последние два года, ну, должен решить проблему повышения качества дошкольного образования, понятно, что принесет это плоды, ну, так примерно мы прикинули, через 7-10 лет. Когда в детские сады придут молодые специалисты, которые выбрали осознанно эту профессию, потому что она престижная, и можно получать достойную заработную плату, и потом поработали еще в детском саду, и только тогда можно получить качество дошкольного образования. Поэтому из сегодняшней вот реальной ситуации воспитателям, практикам трудно помыслить про дидактику дошкольного образования будущего. Ну, такой вот мы сделали вывод. На наш взгляд, относительно ответа на вопрос про технологические инновации в дошкольном образовании, на наш взгляд, эти инновации будут заложены в те образовательные программы, которые сейчас разрабатываются авторскими коллективами, и будут предложены вот в недалеком будущем системе дошкольного образования. Опыт середины 80-х годов показал, что дошкольно-профессиональное сообщество, оно вообще готово работать по образовательным инновационным технологиям. То есть это середина 80-х годов, когда вышел веер программ для дошкольников, детства, радуга, развития, золотой ключик. И очень многие программы, они прижились и реализуются в практике дошкольного образования. Поэтому, в принципе, готовность есть, но мы можем сказать, только исключая вот две технологии. Это зарубежные технологии, это вальдорфская педагогика Монте-Сори, то есть этой практике остались только, ну, единичные, как бы, такие вот варианты. Ну, на наш взгляд, причина, конечно, в культурных основаниях и в идеологии. В ближайшее время, на наш взгляд, оно покажет, действительно появятся ли технологические дошкольные инновации, или это будут переписанные образовательные программы, по которым сейчас работают детские сады, под ВГОС они будут переписаны, и с учетом которых коллективы детских садов будут разрабатывать свои образовательные программы. Ну, и если такое случится, хотелось бы все-таки надеяться на лучшее, что образовательные технологии дошкольного возраста появятся, но если такое случится, то тогда про современную дидактику и про инновации в области дошкольного образования, ну, на наш взгляд, не придется говорить. Спасибо, Людмила Георгиевна. Коллеги, ну вот смотрите, может возникнуть разумный вопрос, как бы, для чего и как мы работаем с материалами дискуссионных площадок. Здесь ответа два. Первое, конечно, по этим материалам, ну, надеемся, что работа дальше продолжится, институт будет это точно держать, а второе, у нас будет второй такт работы сейчас, когда мы будем обсуждать предложения на следующую конференцию, и в этом смысле, если материал дискуссионных площадок будет позволять сделать такие предложения, тогда мы будем использовать это содержание. То есть сейчас мы практически работаем в таком, в информационном режиме и слушаем просто, что в целом произошло. Следующий. Андрей Матич, ну на вас смотрю. Извините, коллеги, что я к вам спиной. Зато теперь точно не кинет, не доплюнет. Я вас закрываю, закрываю, понимаю же все. Уважаемые коллеги, я представляю результаты дискуссионной площадки, где работали по проблематике, работать с одаренными детьми. Ну, прежде всего, хочется подчеркнуть, что, учитывая, что само определение одаренных детей, оно, в общем, до сих пор пока в целом плавающее, учитывая, что те направления одаренности, их тоже большое количество, понятно, что был представлен достаточно большой спектр, даже бы всего. Но в целом, к чему мы пришли? Пришли, в общем, к тому, что к некоторым очевидным вещам, фиксациями, я все-таки их сделаю, что по большому счету в условиях любой выстраиваемой до сих пор системы работы школы, работа с одаренными детьми, она, ну как, есть какие-то особые технологии, когда можно работать в классе с одаренными детьми, ну, в общем, в целом, она, конечно, направлена, ну, на какие-то, ну, усредненные в целом вещи, и они проходят достаточно проблемно, а где-то, исходя из интересов, когда включаются интересы контроля, они, ну, там начинается, там, и сильная конкуренция между школ, причем в непозитивном смысле, такие примеры приводились. Но так или иначе, было понятно, что есть представители разных форм работы с одаренными детьми, то есть в целом от каких-то, ну, можно сказать так, кратковременных, которые включают соревновательные всякие вещи, вещи, которые в целом работают на выявление и отбор одаренных детей, ну, как было зафиксировано, есть вещи какие-то краткосрочные, которые работают, как правило, ну, скажем так, на некоторые, ну, опять же, выяснение, выяснение наличия мотивации и мотивирования детей, и некоторые вещи, некоторые институты, которые работают уже системно с детьми, ну, чтобы было понятно, это вот такие специализированные школы, классы, да, которые вот работают системно. Ну, школа космонавтики, например, в Крестнадцатском крае, которая в названии имеет там слова «одаренные дети». Но, так или иначе, общая характеристика для них, это некоторое, ну, как же было признано, что, конечно, самые рекордные стратегии, как правило, достигаются только после работы, которая носит индивидуальный или близкий к индивидуальному характеру. Ну, можно говорить, штучные, это какой-то товар, или что-то такое. В целом, мы договорились о том, что любая такая, какая-то технология, она носит характеристику, знаете ли, капсулирования. Ну, то есть, капсулирование имеется в виду обособливание от каких-то остальных вещей. Про многое можно говорить. Ну, например, из одного примера, относительно того, что отбирается там, как хореографический кружок, ну, и через некоторое время вырастает ядро из него, но туда уже не входят дети этого возраста, а только оставшиеся остаются. В этом смысле мы имеем в виду, ну, такое вот, некоторое консулирование с мембраной, которая работает только на уход. Да, ну, и вообще, иногда есть другие варианты, но вообще полные капсулы, то есть, они так доводят до какого-то варианта, и все. Это такие общие вещи. Но, если говорить о новом законодательстве, о том, каким образом возможно разрешение этой ситуации, ну, вот такая индивидуальная работа или что-то еще, мы говорим о том, что должно быть для поддержания или развития даже одаренности создано именно открытое пространство с множеством возможностей, где можно было бы формировать свой индивидуальный, ну, наверное, индивидуальную образовательную программу, правильно сказать. На это, конечно, могли бы работать формирующийся институт тьютерства, либо нечто другое, какая-то диспетчерская функция, которая могла квалифицированно выстраивать такие программы для каждого отдельно взятого ребенка, например. Что это за функция, мы не определили, но такая возможность есть. И еще одна важная фиксация, в любом случае, здесь, если мы говорим о детях, достаточно велика, если мы говорим про открытые вещи, может быть, за исключением, за редким исключением, касающихся старшеклассников, но достаточно велика роль родителей в этой ситуации. Поскольку, уходя из государственной системы, про возможности, которые говорил Павел Аркадьевич в своем докладе вчера, про новые формы, которые определили законом, но тогда родитель должен брать на себя даже не столько материальную ответственность, когда уже сейчас какая-то часть уже может это сделать, сколько другую ответственность за, в том числе, качество подготовки, и он должен быть уверен о том, что это пространство сформировано, и можно ту или иную услугу здесь брать. Тем более это проблематично, если мы говорим, например, в Красноярске по Красноярскому край, по поводу того, что в Красноярске возможности одни, в городе Каннске другие, в Туре третий, ну и так дальше. Где-то, ну и где-то эта модель, она мыслится вообще с трудом, из-за ограничений, которые есть из-за возможностей. Точка. Спасибо, Андрей Владимирович. Коллеги, кто следующий? Паверкач предлагает вызывать по списку. Лена Григорьевна и Евгения Валерьевна. Следующие. Наша дискуссионная площадка «Школа-мастерская людей. Дидактика нравственного воспитания Каменского. Отказаться или развивать?» Как мы там отказаться нельзя развивать? Вот про эту тему. Где запятая? Надо сказать, что немного народу пришло на площадку, но народ заинтересованный в теме. И вот тема «Школа-мастерская людей» во многом мы здесь и застряли, потому что оказалось, что дидактика Каменского, она о христианине и в смысле «мастерская людей», говоря о внутреннем мире христианина, и смысл образования и воспитания нравственного, это подготовка к Царству Божьему. Что означает сегодня человек, воспитание, «мастерская человека» школы? Можно ли этот тезис принимать? И в чем сегодня основание человека? Оказалось, что трактовки разные мы не смогли даже принять. У меня был замысел, что мы представим какие-то такие наработки по воспитанию региональное, например, это «Школьные службы восстановительной медиации», как новую, инновационную, актуальную. Это тема духовно-нравственного, на примере религиозного образования, курс «Орксе», это тема «Краевой календарь», гражданское образование и так далее, не цепляло коллег, потому что оказалось, что мы по-разному понимаем смыслы воспитания. От того, что это просто понимается как деятельностный подход, как самореализация человека, и дальше, когда вопрос «На основании каких ценностей?», достаточно многих это не интересует. То есть вот сюда еще не пришли про ценность. Самореализация. А в чем? Школа здесь обсуждалась пока людей. Каких людей? А мастерская до этого, я сказала, пока еще не стали эту тему обсуждать, про людей остановились, о человеке и о ценностях. И общая такая констатация проблемы, что да, здесь мы, есть средовый подход, зачем индивидуализация, в чем смысл, роль личности учителя, очень многие просто говорят, ну надо воспитывать личностью. И какие-то такие кусочки, мозаики вырваны, осмыслены, но при этом склоняются к тому, что давайте обсуждать, вот про смыслы, при этом трактовки смыслов тоже различаются. Какой-то свой житейский опыт или же свой опыт поиска там религиозного, достаточно вызывающего напряжение, потому что какая-то тематика такая, непознанная и православная, там и христианская, такой кликушеский вариант, там собственных определений, но при этом ценностные основания вызывают такую заинтересованность в их открытии, оказалось. И я здесь вспоминаю, Александр Штубельский, когда с нами в конце 90-х обсуждал смысл гражданского образования, тоже задавал вопрос, какие есть в школе правила и какие ценности стоят за этими правилами. Вот эта тема ценностей, она сейчас слышится, но при этом, вот кстати про тему демократии тоже не принималась тема. И отмечается, что в ГОС не знаем, что есть воспитание по в ГОС, ну то есть, что там ведь впервые легитимно уже дано определение. Тем более, закон об образовании, как понятие не освоено, не предпочитают вот собственные, достаточно односторонние, порой житейские, но при этом очень переживаемые лично сна. И оценивают достаточно вот такой, звучало это как проблематика воспитания, или же вот как манипулятивное, догматическое, или элементарно. И так все делаем. Зачем конфликтный компетенции, когда и так все педагоги золотые? Зачем вот это, когда и так всем все понятно? И тема эта, ну, показывает о том, что сегодня не смогли мы про мастерскую договориться, потому что про человека ответа нет. Но предложение все-таки, что тему воспитания актуально все признали, и предложение, давайте встречаться, проводить нужные программы повышения квалификации, форумы, конференции, семинары, и, возможно, региональную рабочую группу, для того, чтобы эту тему разрабатывать, помогать школам приходить к этой теме о современном воспитании. И пока, ну, даже региональный компонент, как мастерская, еще к этому надо подойти. Но возникает такая тема, как мы сможем договориться с Вавилонской башней. Спасибо, Елена Григорьевна. Я не знаю, это, вернее, не хорошо и не плохо, но на многих дискуссионных площадках, действительно, Евгения Ульяновна, вы проходите. На многих дискуссионных площадках большая доля времени, ну, вот, когда люди делились проблемами, да, ну, вот, трудно, вот так ситуация складывается, ну, и очень не всегда получалось прорваться и до чего-то договориться. Как это, и мы не исключением. У нас предполагалась площадка, на которой должно было обсуждаться ограничение дидактики Каменского при введении стандартов. Изначально замысливалось о том, что обсуждать, что если дидактика Каменского, ну, предполагает общешкольный план, классно-урочную организацию, там, проверку знаний, запрет пропускать уроки, там, учебники для каждого класса и так далее, в тот же момент понимание другой реальности, которая, ну, вырастает у нас сейчас на глазах. Это когда появляется индивидуальная программа ребенка, которая может включать и специализированные школы, и репетиторы, и интенсивные школы, ну, которые появляются. И вот понимание вот этих двух реалий, в рамках этих двух, в смысле, с учетом этих двух реалий, и вводится стандарт. Вводится стандарт, и при этом в рамках этого стандарта появляются требования о том, чтобы занятия были более активны, чтобы ребенок мог участвовать в реальных проектах. И вот на нашей площадке как раз развернулось обсуждение о том, где те места в школах, которые, ну, возможно, появление вот этих новых активных форм, новых реальных проектов для школьников. И мы обсуждали о том, что с одной стороны эти места могут появляться в рамках предметных областей, и с другой стороны было предложено о том, что эти места могут выделяться в вариативную часть образовательного пространства школы, и на основе нового содержания вот эти формы могут быть реализованы. При этом достаточно активно звучала позиция о том, что многие из предложенных к кабинетским правилам и поныне сохраняют и свое теоретическое, и практическое предназначение. Ну, вот как бы точка. Добрый вечер, коллеги. На нашей площадке мы обсуждали возможности индивидуализации в классно-урочной системе или в системе Каменского. Вообще, площадка началась вчера, но за два часа так разгоревшихся споров и обсуждений мы не договорились вроде бы как ни до чего. Интересные осуждения появились, поэтому мы решили продолжить сегодня. И, наверное, некоторые вещи, до которых мы договорились, в общем-то они так банальны, но они некоторым образом так вот завершили картинку, которую мы пытались построить. Итак, вначале мы обсуждали саму индивидуализацию, договаривались, чего вообще-то там подразумевается, когда говорится индивидуализация, там индивидуальный подход, чем различается. Второе, вторая фиксация, это то, что уже звучало здесь на протяжении этих двух дней, что вообще-то в системе Каменского был запрет, просто запрет на индивидуализацию, вплоть до того, что необходимо было наказывать тех, кто собирается индивидуализировать, индивидуальный подход какой-то реализовывать. И в этом смысле система Каменского и не предполагала. И те возможности, которые мы сейчас пытаемся изыскать, это уже мы пытаемся изыскать за счет того, что какие-то разные вещи пытаемся вводить. Ну, с одной стороны, так скажем, эксплуатируется труд учителя, когда он после уроков, до уроков, на уроках и так далее. С другой стороны, во всех педагогических направлениях вот этот вопрос индивидуализации ставится во всех дидактических направлениях. И такой самый распространенный ход, который позволяет решать, это дифференциация. Вот мы сегодня прямо увидели, что на разных основаниях по разным группам делятся, кто-то выделяет там средний, минимальный, максимальный уровень, кто-то выделяет образников, еще какие-то группы детей, и каким-то образом с ними организовывает уже особую работу. И это вот в классной урочности такой нормальный ход на индивидуализацию, и он больше всего позволяет что-то сделать. С другой стороны, как только вот этот ход начинает все больше и больше углубляться, то есть не три группы, давайте уже на шесть разделим по каким-то другим основаниям, то начинает размываться классноурочность. Выходят классноурочные и плюс еще какие-то другие занятия, неурочные, то есть урок и неурочные занятия и так далее. Ну и последнее утверждение, что когда уже вне классноурочную организацию идет выход, то есть не классноурочно организовываются занятия, то тогда необходимость дифференциации отпадает, и такой дифференциации там по группам обычно нет. Ну вот такие фиксации, например, РВГ. РВГ, разновозрастное обучение, разновозрастные группы. Нет, в рамках уроков они не могут быть. Ну почему, может быть. Ну конечно, но понятие не для этого вводится. То есть разновозрастные группы не для этого создаются, чтобы сохранить урок. Татьяна Вячеславовна. Конечно. Конечно. И общий фронт еще. Спасибо, Маргарита Васильевна. Добрый вечер, уважаемые коллеги. У нас была дискуссионная площадка по теме возможности ограничения в деятельности руководителя образовательного учреждения по созданию открытого образовательного пространства. На площадке присутствовало около 20 представителей управленческих команд. Это было 6 директоров, более 12 заместителей руководителей образовательных учреждений, ну и специалисты, методисты районов из пяти районов Красноярского края, включая город Красноярск, как наиболее массовые участники данной площадки. Обсуждались различные вопросы, связанные с управлением, связанные как раз с теми возможностями ограничений, которые есть у руководителя школы, в том числе и ресурсами, которыми располагает директор образовательного учреждения. Ну и в большей степени, вот здесь была и такая трудность серьезная на площадке, как говорится, проще говорить о том, что плохо, нежели о том, что куда двигаться дальше. И в этом плане акценты в большей степени смещались, когда были высказаны как раз все те такие мешающие регуляторы для того, чтобы это открытое образовательное пространство было создано в образовательных учреждениях, в том числе и кадровые ресурсы, и нормативные, и финансовые. Ну перечислялись абсолютно практически все. Но в то же время управленцы выделили такую особенность, что для начала нужно менять просто систему управления, как таковую в школе, и не делать ее, ну как бы, не основываться на том, на той классике, которая на сегодняшний момент есть. Сначала нужно начинать с себя. А если мы в тех рамках находимся, которые и пытаемся перенести, и делаем в рамках, ну скажем так, советского образования, когда есть у нас учебные планы, образовательные программы, расписание и все остальное, а другого привнести очень тяжело, но для начала нужно еще иметь и компетентности, и управленцы такие, которые могут бы создать это открытое образовательное пространство, чтобы он мог привлечь те ресурсы, которые необходимы. А потом уже можно говорить, и это вызвало очень большие споры у нас, как раз о компетентностях самих еще и педагогов. Для того, чтобы быть, для того, чтобы не только быть в этом пространстве, а быть нужным ребенку в открытом образовательном пространстве, нужно измениться компетентности самого учителя. А пока вырваться из этих позиций очень тяжело и очень трудно, и управленцы отмечают, как наибольшую трудность, это работа как раз с педагогическими коллективами, для того, чтобы такие модели открытости могли бы внедряться. В основном внедряются в школах как элементы открытого образовательного пространства и вариативность, и разновозрастность, и индивидуализация, и возможность свободного входа и выхода. Но это чаще всего не в урочной деятельности, а в неурочной, когда это находится, например, в дополнительном образовании. И интеграция очень тяжело проходит. Поэтому можно сказать, что такого полного понимания и картинки, так какая модель должна быть открытой школы и открытого образовательного пространства, пока на данных полутора часах не удалось представить в полном объеме. Но есть такие, высказаны были руководителями учреждений запросы по факту необходимости построения как раз другой системы управления и возможностям руководителю обучаться именно необходимым умениям для этого. Ну и чуть больше свободы в тех ресурсах, которые позволяют создавать такие открытые образовательные пространства. Спасибо. Ольга Игоревна, Вы выступаете? Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я только выводы скажу, которые получились в нашей группе. Наша площадка называлась «Образовательные результаты начальной школы, требования стандартов и условий формирования». Что мы в первую очередь выделили? Что существует несколько разных взглядов на образовательные результаты? Есть вузы, педагогические колледжи, которые работают со студентами и они обучают их одним образовательным результатом, как их формировать, как их проверять. Есть учебно-методические комплексы, в которых тоже прописаны образовательные результаты. Есть наши проверяющие органы, которые приходят со своими проверками и в них тоже прописаны образовательные результаты. Есть основные образовательные программы начальной школы, где школа с администрацией, и не всегда учитель знает, что там прописано, что-то пишет, чаще просто переписывают из существующих примерных образовательных программ. Есть родители, которые уже заявляют свои требования, но и в конце концов остается учитель, который закрывает дверь и делает то, что он умеет делать, что он хочет делать, что он может. Такую проблему мы в очередной раз увидели. И, возможно, одним из выходов будет организован 11 марта семинар на базе Института повышения квалификации, где будут собираться как раз разные позиционеры и опять продолжать обсуждение образовательных результатов. Мы понимаем, что мы эту проблему не решим ни за год, ни за два, и вряд ли за пять лет у нас что-то изменится. Второе, что мы, опять же, в очередной раз получили, это видно было не из высказываний, а из действия участников нашей группы, учителям не хватает открытых мест для обсуждения. С одной стороны, они из школы не очень-то выходят, а с другой стороны, если вышли, начали говорить, то их просто не остановишь. Это значит, что нам нужно больше создавать либо одни открытых дверей, либо каких-то площадок, либо методических семинаров, где учителя могли бы общаться. Тогда и с результатами будет легче работать. У нас группа была достаточно широко представлена. Помимо учителей администрации школ, у нас работали руководители управления образования, представители Краевого центра оценки качества, отдела государственной аккредитации, преподаватели педагогического колледжа, преподаватели педагогического университета и представители института повышения квалификации. Очень хорошо, что появляются такие места, где высказываются позиционеры по поводу одного и того же вопроса. Все. Да, еще было мероприятие вчера под названием «Скрытые возможности школы». Вела его модератор Ингуразовая Анатольевна сегодня в школе работает. Я там был и хочу сказать, что мне показалось, что был представлен такой внятный очень проект подростковой школы с факультетами, с кафедрами и с серьезной подростковой игрой, в это все дело, который, одним из базовых эффектов которого является изменение отношения подростка к учебной деятельности. Ну, то есть, когда не мы навяливаем, когда у него из проекта появляется вопрос и, соответственно, меняется достаточно радикально отношение к самому учебному процессу. Мне показалось, что из неформальных, то есть содержательно-управленческих регуляторов созданы все условия, включая материально-технические, и из таких чиновничных решений, в общем-то, достаточно простое решение, необходимо делать бюджеты для подростковой школы, с учетом ее специфики, связанные с тем, что пространство, которое предлагается для детей, они требуют разного оборудования. Ну, например, рубка, радиорубка, да, значит, для того, чтобы сам проект мог быть реализован, нужны соответствующие мат-часть, да, вот, а поскольку это то, что называется AdHoc, то все время к случаю, то есть они вот что-то замыслили, надо им быстрее помочь, то, собственно, специфика бюджетирования, она должна быть ориентирована на это, как один из базовых регуляторов. Вот такой интересный круглый стол по скрытым возможностям, открытым для участников круглого стола я посетил. Коллеги, есть ли кто-то еще, да, пожалуйста, кто хочет сказать о прошедшем мероприятии? Ну, собственно, я участвовал в двух дискуссионных площадках и на малом пленуме, который сам вел. Вчера основной проблемой нашего обсуждения был переход между пространством обучения студентов и пространством профессиональной деятельности учителя. Понятно, что эти два пространства мало пересекаются и по времени, и по организации места, и по содержанию деятельности. Поэтому этот переход является сложным. Вчера было выделено четыре задачи. Это задача организации практики производственной, задача квалификационных испытаний, как содержание оператора перехода. Дальше обсуждалась задача понимания того, что есть коллективное или взаимодействие и коммуникация при организации перехода. И проблема, которая возникла в связи с введением стандарта, это проблема оценки личностной, прежде всего со стороны учителя, универсальных учебных действий или других отличных предметных. Если оценка предметных результатов формируется с детства у человека, с первого класса, то оценка универсальных учебных действий проблемой возникла в связи с введением стандарта. И кто умеет оценивать ее, как показывает практика, оценки разные, несогласованные и очень проблемная задача. Я думаю, что перспектива этой тематики заключается в том, что мы должны посмотреть, а что же мы делаем при повышении квалификации. Как этот переход, собственно говоря, как распределены два пространства при повышении квалификации и какова проблема при повышении, где учебное пространство, а где пространство практики. Реально, профессиональной деятельности. Еще перспектива может у этого вопроса заключить. Ну, это, собственно говоря, моё видео и моя личная задача, исследовательская. Можно рассматривать, можно ли рассматривать этот переход как акт развития событийностью, посредничеством и реализацией реальной формы. Это первый день. Второй день. Дискуссионная площадка называлась «Когда и как завершится проект Каменского и завершится ли?» Здесь обсуждалось... Ну, прежде всего, мы затронули вопрос, в чём, собственно говоря, основание? Почему столь мощный проект Каменского? Почему он имеет такое огромное значение в истории человечества, в истории развития культуры? И гипотетически можно заявить, что два фактически реальных вызова современности того времени это появление феномена знаний как огромного пласта культуры, как усилия человека быть человеком. С одной стороны, и разделение труда как ведущий способ продуктивности производства, они, собственно говоря, и послужили теми основаниями, что в то время как раз и состоялся этот хронотоп, где пространство, время, историческое время совпали. И таким образом система образования Каменского, я даже не о дидактике, прежде всего говорю, о системе, послужила именно образовательным основанием для решения нескольких технологических платформ развития человечества. И поэтому, что силен ее след сейчас. Это второе, что мы обсуждали в связи с этим, в связи с разделением труда. Мы стали конкретизировать эти вопросы на современные дидактические и организационные образовательные проблемы. В частности, стало понятно, что разделение труда в образовании оно прежде всего не носит эффективного характера, как должно носить, поскольку вот это пространство коммуникации, пространство договоренности, оно очень слабое. И если ученые и практики выдвигают какие-то решения, то они могут не соответствовать тем решениям, институциональным формам, в которые они помещаются, формам регламентации и регулирования или регуляторам. Это была одна из таких сложных тем этой дискуссии. В заключение, благодаря этому активному обсуждению, мы еще и обсуждали сегодняшние проблемы нашей школы, введение стандарта, разработка образовательных программ. И в какой-то степени, то есть это получилась очень интересная такая площадка. Я думаю, что и проблема, которую можно дальше обсуждать, это проблема согласованности. Вот это проблема построения общего продукта из разделенных форм деятельности, связанных и с дидактикой, и с созданием регуляторов, и с научными продвижениями в области теории обучения, а главное еще и понимание того, какие современные технологические вызовы и как они могут влиять на самообразование. А лучше обсуждать еще и обратную сторону. Вот проблема согласованности, я думаю, она перспективна и может быть здесь спасибо. Виктор Георгиевич, я думаю, мы должны перейти к оценке мероприятия в целом, мысленно так вот сделайте, отсеките все, что было до этого, а теперь жанры рефлексии, то есть не продолжение дискуссии, а оценки того, что уже пройдено. Этих двух дней предлагается дать оценку и идеи на следующий год. собственно достаточно традиционная работа, скажем так. Микрофон свободный, пожалуйста, коллеги. Значит так, у меня возникло три вопроса в ходе подведения итогов и работы. Первый вопрос, почему мы все время скатываемся с дидактики то на управленческие, то на организационные вопросы, то на политические вопросы, то на методические. Все-таки мы, хотя у нас шестая конференция, наверное, не смогли очертить границы собственно дидактики, то есть за что отвечает часть педагогической науки под названием дидактика. если это все-таки процесс обучения и образования, то есть фактически дидактика отвечает на вопросы чему учить и как учить. И это теоретическая в принципе наука. Мы все время вот как-то размываем границы собственно науки. Вопрос почему? Ответ моя гипотеза. Я на нашей секции попытался ответить на этот вопрос. Дело все в том, что когда мы учились в педагогических институтах, те, кто со мной учился в то время, или в педагогических университетах сейчас, такого большого внимания дидактики, как такого учебного предмета в педагогическом институте фактически не уделялось. Это не дело учителя заниматься дидактикой. Мы останавливались обычно на частной методике. Физики на своей, географы на своей. И не использовали теорию как базовое основание для построения современного учителя и так далее. Более того, в связи с тем, что мы тут обсуждали все, и в том числе реформу педагогического образования, когда я с ней познакомился, то, что министерство сейчас, концепцию вернее, меня как раз напрягло вот этот прикладной бакалавриат сокращение теоретически всех вещей. Если даже в нашей ситуации с теорией обучения было швах, то теперь при прикладном бакалавриате мы вообще забудем, что такое дидактика как наука и что надо с теорией сделать. Поэтому второй момент, который меня вывел на размышление, что да, в связи с тем, что мы все-таки рассматривали, наконец-то пришли к основателю Каменскому и на разных мастерских говорили про Каменского, то в принципе сошлись на том, что многие постулаты, часть принципов дидактики концепции, а она современна и сейчас. И поэтому нужно ли нам разрушить до основания, а затем то есть ликвидировать дидактику Каменского, поставить, значит, закрыть этот проект и начать писать новую дидактику с нуля вопрос. Или мы будем делать что-то другое. Тогда у меня возник вопрос, а чему тут все делаем? И педагоги обычные, и управленцы, разного уровня, и работники вузов, и работники институтов повышения квалификации. Потому что есть два пути. Можно двигаться от теории к практике, а можно же зайти по другому ходу. Почему все-таки дидактика Каменского в том, как он ее написал, все-таки у нас не реализована в полном объеме. Мы теорию так и не довели до практики. Что-то не срабатывает. И может быть научно-методическая конференция, она вот не случайно именно такой жанр, может быть нам как раз сейчас не новой дидактикой заняться, а вот попробовать через успешные практики различные в области образования и с управленческой, и с обученческой, и с повышения квалификации выбрать то, что может достроить, закрыть те дырки, те вещи, которые мы не смогли по какой-то причине реализовать. С одной стороны. Во-вторых, у нас же здесь написано не просто современная дидактика, а вызовы 21 века. Значит, может быть, перечислить эти вызовы и посмотреть, вот для того, чтобы этот вызов принять и попробовать в рамках этого вызова работать, что нам в теории обучения Каменского- дальше читаем Шацкого, Блонского, Лернера, Краевского, Бабанского, так далее, то они все не смогли сделать, или они сделали просто для другой страны, для другой эпохи. И сейчас нам как раз этого не хватает, и отсюда я перехожу к третьему предложению, что, наверное, вот почему мы ее не знаем, теорию, а потому, что мы ее не писали, поэтому есть предложение, вот для того, чтобы, так сказать, нам эту теорию, новый способ обучения нас всех, вот для того, чтобы понять и Каменского, и всех последующих теоретиков, вот надо и управленцам, и педагогам, и работникам вузов повышения квалификации, вместе попробовать вот эти лакуны найти, и вместе попробовать из успешной практики взять то, что может быть положено в следующий шаг, от теории обучения к технологии обучения, то есть, почему она и оторвана происходит, потому что между методикой частной, которая есть у учителя, теорией обучения, которая там наверху, вот отсутствует вот эта ситуация технологии реализации, а так как у нас есть несколько образовательных систем, а давайте скажем, их всего пять, я насчитал, вы можете сказать шесть-семь, я насчитал пять мировых образовательных систем, вот, из них, ну, условно говоря, три российские, которые я знаю, вы можете знать, что у стуги, это Монте-Сори, как образовательная система, и поэтому там своя дидактика, технология, это Вальдорфская школа, это наша традиционная советская российская школа, в хорошем смысле этого слова, которое опирается, и так далее, и есть система Элькоина-Давыдова и система Занкова, Ну, я говорю, это вот сам, и вот под каждой из пяти существует своя дидактика, своя технология, и так далее, может быть, и шестая, седьмая, восьмая, поэтому мое предложение, а вот сегодня кто-то говорил про архивацию знаний, вот, может быть, нам вот такую провести инвентаризацию следующую, уже от Каменского двинуться дальше, вот что не смог, в теорию положили наши классики, советские дидакты, вот что у нас идет хорошо, и что у нас не идет хорошо, исходя из вызовов, ну, вот я выделил шесть вызовов, можно, так сказать, перечитать больше, ну, например, возможность двигаться по индивидуальным образовательным траекториям, то есть, не должно быть одной физики, одной географии, одной и так далее, вызов, можно ли строить траекторию, покажите мне хоть сейчас одну школу, что есть несколько физик, несколько биологий, и каждый ребенок может в подростковой школе свою индивидуальную траекторию простроить. Это вызов, что не может быть одной программы на всех, в отличие от Каменского, который говорил, учить надо всех одинаково. Получение образования за пределами школы, школа теряет монополию, появляется много других образовательных мест, появляется сеть, и поэтому размывается, собственно, класс, как единица, которая есть в школе, этот класс может быть везде, поэтому вызов, образование можно получать, не только в школе, а тогда как соотносится это со всем. Третье, всех сюда вместе, мигранты, разное развитие детей, больно-болеющих, так сказать, все, что связано с инклюзивным образованием, и так далее. То есть способен ли учитель сейчас работать, когда у него в классе, в школе есть разные дети, а не средний ученик, средний по болезни, средний по национальности, у нас же была средняя национальность, у меня советский народ, нация, вот он был средний, а теперь у нас, так сказать, в одном классе могут быть абсолютно, ну, например, Москва это такой вот город, где все приезжают, и все уезжают, поэтому очень много из разных мест, как учить мигрантов, и так далее. Это вызов. Ну, естественно, информационное общество, развитие информационных технологий, дистанционное образование, электронное образование, появятся электронные учебники. Это что у нас будет? Это будут сканы традиционных учебников, или это будет открытое пространство электронное, и так далее, и так далее. Как учить в этой ситуации, и так далее. Ну, и последнее, не, последние два. Быстро обновление знаний за срок обучения, то есть они начали с одного, закончили уже другая страна, другие задачи, очень быстро обновляется знание. И никуда мы не денемся, друзья мои, это укропнение образовательных организаций. И мы видим политика государства на укропнение. Работать в маленькой школе и работать в школе, где от 2000 и до 5000 детей, это и управление другое, и это построение другое. Так вот, отвечает ли этим вызовом, может быть и продолжить список, это вот я просто написал, отвечает ли то, что сделал Скаткин, Лернер и так далее. И вот те места, то есть смысл такой, не новые писать, а достроить какие-то к существующей дидактике отдельные направления, которые бы с одной стороны усилили в целом теорию обучения, или несколько направлений, а с другой стороны описали то, что не описано еще, и поэтому учитель не может, так сказать, действовать, потому что это нет даже в теории. Но пойти через описание, то есть обратным путем от успешных практик, положить это в какие-то теоретические, так сказать, основания и уже оформить ее в какую-то теорию. И, наверное, уже пора, коль шесть лет мы уже конференцию проводим, наверное, какой-то, может быть, абрес, как бы замысел. Вот помните слайд товарища Попова, где он там структуру дидактики показывал, вот как бы мы видели, ну, будущий наш, так сказать, труд совместный. Вот там будут такие же разделы цели, содержания процесса, методики и так далее, или это будет формат описания этой теории, так сказать, обучения и образования, чему и как учить в каком-то другом. Может быть, это будет набор каких-то, ну, маленьких зарисовок, там еще чего-то. Как должна выглядеть, так сказать, книжка про современную, так сказать, дидактику. Так, чтобы она помогала на местах работать. Все. Да, Ирина Геннадьевна, пожалуйста. Мне очень нравится то, что сказал Алексей Борисович, но так как сейчас сюжет рефлексии, я позволю себе рефлексию. Сама придерживаясь той позиции, что дидактика – это способ организации содержания, обучения или образования, или развития, неважно, да, как в конкретном, при конкретном содержании, так и в общественно-историческом масштабе. Я в период, как бы, обращения к идеям Каменского, к сюжетам его жизни, вдруг для себя, ну, такую достаточно банальную, видимо, для участников вещь поняла. Ну, конечно, система Каменского – это некоторая мифологема, в которой собран весь общественно-исторический опыт, но когда мы смотрим на жизнь Каменского, он, болтаясь по Европе и продвигая свои идеи, как же он смог, в общем, воплотить эти идеи, прицепиться к кому-то и получить воплощение. И я обратила внимание на то, что не способ организации его, безусловно, очень эффективный, класс, урок, обучение многих, и учебник, не методизм его, не дидактизм его позволил жить в его системе, а та высокая идея человека, формирование просвещенного общества, о которой он говорил. И когда я думаю о шести прошедших конференциях и о том, почему мы все-таки, даже понятие дидактики, о нем не можем договориться, не говоря уже о том, что не договорились одна дидактика или много дидактик, а может быть, мы просто не с того начинаем строить нашу дидактику, может быть, мы не договорились как раз о понятии человека, может быть, мы не договорились о том, ради чего, ради какого общества мы все это будем делать. Ведь мы про это, относя к образовательной политике, реально это же не образовательная политика, это то человеческое, которое живет в нас, которое движет нами, и которое вынуждает делать и делать, и делать наши проекты, и новые проекты. И возможно, что без этого ответа на этот вопрос, то есть все-таки этот человек будущего, это поколение, ради которого мы строим наши проекты, это то, что говорит митрополит на канале «Союз» каждое утро, или это что-то другое? Это первый сюжет, который меня волнует и без которого я уже не могу думать о современной дидактике и о будущей дидактике. И второй сюжет, который здесь, который волновал меня все время и здесь очень ярко проявился. Все-таки дидактика массового обучения, ради которой мы здесь собираемся, это не только дидактика школьников, это дидактика разных возрастов, разных возрастных групп. И когда мы говорим о дидактике массового обязательного образования, о дидактике общества, дидактике общественной жизни и того, чему нужно обучаться, образовываться и за счет чего жить общество, конечно, мы должны расширить эти рамки. И мне кажется, что прекрасно эти рамки были расширены на этой конференции. И последнее, что я для себя поняла на этапе подготовки. Когда мы так скоропалительно в рефлексии планируем, что должно быть через год с нами, мне кажется, мы занимаемся так называемым жестким планированием, что невозможно в современном обществе. Конечно, какие-то проходки по поводу того, что должно быть с нами через год на конференции дидактики, нужно делать. Но до конца планировать тему, сюжеты, но даже саму тему. Это уже, мне кажется, жесткое планирование. С нами потом происходит что-то другое. И у нас получается то, что получилось в этот раз. С одной стороны, мы договорились постичь Каменского, познать Каменского, переосмыслить Каменского. Но на этапе подготовки с нами этого не произошло. И, может быть, те открытия и откровения, которые мы могли бы получить, мы не получили просто потому, что ситуация начала меняться. И только в судорожной подготовке мы что-то взяли от этого, что-то не взяли. Где-то углубились, где-то поступили эклектично. Ну, это... К формату этой работы. Да, пожалуйста, Калини, еще. Оценка и предложение на следующий год. Можно, кстати, не в рамках жесткого планирования, а как-то мягкого планирования. Или гладкого планирования. Или пушистого. Микрофон там включен? Помогите даме. Хорошо. Вот у меня точное удовлетворение от этой конференции. И она удачная, с моей точки зрения, потому, что мы, по-моему, уже воочию столкнулись с тем, что так жить нельзя. А как жить дальше, точно не знаем. Понимаете, и ищем сейчас. И вот в этом поиске это был этап довольно результативный. Конечно, очень здорово, что свежие силы тут у нас появились. Значит, очень интересные, смелые и формализованные. И какой-то вообще вот такой тон весь на конференции был, понимаете, такой какой-то демократически содержательный. И я не совсем могу согласиться с Ирой по поводу того, что вот там не стоит сейчас планировать того, что там будет с нами через год. А мне кажется, как раз ценность этой конференции заключается в том, по сравнению даже с теми, что были, что там мы все равно все время рассуждали, спорили о чем-то, что-то предлагали, потому что мы понимали, нам нужно было понимать, нам нужно было что-то разобраться, нам нужно что-то переосмыслить было. И, конечно, все это не до конца сделано. Но то, что мы уже пришли к тому, что вот предложения конкретные поступают, я думаю, что это тоже достижение этой конференции. И в самих группах, которые, вот сегодня у нас была группа площадки этой, вообще, я не знаю, реальные учителя, ученые. Когда пришел Воронцов на группу, у меня сердце дрогнуло, как вести. Потом открылась дверь, зашел Сергоманов, и вообще ноги подкосились. Понимаете, вот, но ведь на какой получился разговор? Обратите внимание, сердцем она на Воронцова, ногами на меня. Настолько интересный был разговор, что учителя, вот, значит, то есть, я думаю, что вот это усиление сильного, которое что-то сегодня открылось, это наш любимый термин, значит, сегодня тоже состоялось. Поэтому я выражаю удовлетворение, личное свое собственное удовлетворение по поводу того, какая-то мобильная была конференция, понимаете, и научная, и методическая. Это не сплошной треп, вот, что вижу, то пою, понимаете, вот. А все-таки все время осмысление какое-то и отношение. Не знаю, что каждый говорит про свое, а как-то кто-то относится все-таки, все время относится к тому, что уже было сказано, предлагает по поводу того, что предыдущее было сказано, и в этом, мне кажется, ее ценность. – А план? – А план так скоро не рождается у меня. – Да, да, пожалуйста, Владимир Борисович. – Вот мне эта конференция показалась вот как никакая, и из шести, которые были у нас, да, очень содержательные, разнообразные, продуктивные. Вот на пленарных докладах, и на мастер-классах, и на дискуссионных площадках обнаружилась такая полифония разных идей, которые уже сегодня можно положить и нужно, их положить в создание новой образовательной практики. И для человека, который считает, что новая образовательная практика сложится за счет интеграции разных идей, даже представители этих идей сейчас и не видят возможности этой интеграции, это не важно, потому что новая образовательная практика реально будет сделана не силами вот этих людей, которые здесь есть, да, она будет сделана другими людьми, которые эти идеи подхватят, возьмут, сумеют это интегрировать и получат то, что ответит на те вызовы, которые шесть штук, которые были обозначены сейчас у Алексея Борисовича. Это очень важно. Относительно того, какую новую конференцию делать, да, я очень сильно поддерживаю то, что было сказано Алексеем Борисовичем, но я бы очень сильно усилил бы эту конференцию очень полярными практиками. С одной стороны, у нас есть интересная вещь, идея в классно-урочных школах, да, с другой стороны, у нас в России есть неклассно-урочные школы, в крае у нас есть, например, я могу сказать, что еще ряд школ существует, которые являются уже неклассно-урочными, да, а у нас есть, например, такая школа, как Щетининская, которая является неклассно-урочной и на многие вызовы 21 века, и она дает ответ, там можно к ней относиться, конечно, по-разному, это другой вопрос, но если увидят там сущность на эти вещи, они многие задачи будущего и сегодняшнего дня решают. И, кстати, сейчас уже, ну, как бы вернусь снова к рефлексии, мне кажется, вот то, что вытаскивается не только просто дидактики, но и управления, психологии, образования, политики, это не случайно, с одной стороны, мы должны в центр, поскольку конференция у нас дидактическая, положить дидактику, но увидеть место этой дидактики среди психологии, образовательной, политики и все остальное. И, кстати, очень часто вот на этой конференции в плоскость рассмотрения клали не всегда дидактику, а, например, психологию. А дидактика была, собственно, где-то в стороне. Это тоже нормально. Спасибо. Спасибо. Ещё коллеги? Ну и разве нет никого, у кого физиологический позыв сказать есть? Да, вот я же должен же быть кто-то. Спасибо, да. Давайте. Поскольку мы в мыследельственной педагогике педагогов всегда начинаем учить с необходимости действовать по ситуации, то я, как человек дисциплинированный по советской школе и абсолютно свободной, воспитанной в мыследельственной педагогике, обязательно что-нибудь скажу. Но я на самом деле хочу сказать, что я очень рада, что я попала на эту конференцию первый раз, что действительно конференция, она отличается от тех других конференций, на которых я была своей, с таким достаточно прямым, открытым диалогом, постановкой серьёзных проблем, обнаружением вызовов, причём разных вызовов, как тех, которые нам приготовил 21 век, так и тех, которые нам подготовили наши управленцы в образовании. Как бы у нас разные есть. И те вызовы, которые мы сами себе на самом деле создаём, пытаясь сделать что-то лучшее, а как бы действительно не всегда получается сделать то, что хочешь. Поэтому я действительно очень рада, что я попала сюда, имела возможность представить какие-то свои соображения, услышать других, понять, как по-другому движутся другие коллективы и другие регионы, потому что в регионе я тоже первый раз. Поэтому я всем очень признательна и благодарна тем, кто меня пригласил на эту конференцию, и всем, кто в ней участвовал. Я думаю, что она всем нам даст определённый полезный очень опыт и позволит сделать нужные выводы. Спасибо. Спасибо, Алла Алексеевна. Ну, будем завершать. Мне тоже нравится Алексей Борисович и его спич. Ещё даже больше, наверное, понравился, чем он сам. Я, пока он продуцировал содержательные выводы, следуя тому способу, который заявляет, то есть способу содержательного обобщения, я попытался тоже как формалист-управленец следом за содержательным дидактом и сформулировать тематику. У меня есть два варианта рабочих. Авторизация и рождение конкурентноспособных дидактик и образовательных программ. Авторизация, имея в виду, может быть, Алексей Борисович, это когда от науки к практике, то есть в хорошем смысле слова, когда есть группа, которая авторизует соответствующую группу представлений, методов, знаний, там, я не знаю, как там у вас по методологически правильно это всё. И рождение, соответственно, когда мы наблюдаем феномены, которые пока не обрели свою систему принципов, знаний, там, чего-то ещё, пятое-десятое. И мне кажется, вот этот перекрёсток, да, вот эти два движения на перекрёстке могли бы образовать некоторый нерв, содержательное напряжение в следующей конференции. Мне кажется, также важно, чтобы мы это рассматривали в рамках конкурентоспособности, о чём вы тоже говорили. И, в общем-то, замысел идеи конференции с самого начала про это была. Современная дидактика и качество образования. Потому что, ну, как ни крути, как ни заползай на высоты теоретических обобщений, всё равно нам всем приходится общаться с родителями, отвечать на их вопросы. У нас уже в полстраны, значит, проблема с мигрантами, с языком, с экспресс-обучением, с эффективными, там, с фаст-треками этими по языкам. Значит, у нас огромнейшая проблема с инклюзией, с адаптированными программами, просто колоссальная. Про неё как-то совсем тихо-тихо в кулуарах шепчется, но вы загляните в школу, и вы поймёте, что это просто катастрофа, на самом деле, гуманитарная. То есть старое – это легко разрушить систему специального образования и легко отпустить, так сказать, всё это на свободу, да, скажем так. Но попробуйте добиться результатов, таких же, как старая система это хотя бы давала. У нас масса других вопросов, абсолютно нерешённых, абсолютно практичных и абсолютно общественно звучащих, да. Значит, и, конечно, мне кажется, важны обе единицы, то есть и дидактика, да, и образовательная программа. Также можно крутить их отношения, то есть и в ту, и в другую сторону, что, например, какая-то дидактика обобщает, да, и теоретически представляет какую-то группу образовательных программ, и в обратную сторону, да, что она может реализовываться, какая-то дидактика в какой-то группе образовательных программ. И замыкание это на законодательство, мне кажется, тоже очень важно. Второе название, оно такое более, точнее, менее методическое. Это после двоеточия, значит, со временем дектора и качества образования, двоеточие, белая книга. То есть по аналогии с большим количеством вот таких проб и попыток исторических и культурно-исторических сделать, собственно говоря, свой вклад. Ну и последнее, что я хотел отметить, я это уже говорил, но мне кажется, это очень принципиально. Когда на конференции, научно-методической конференции по дидактике, мы должны пробовать удержать в форме самой конференции, в формате вот это содержание. То есть у нас форма содержанию плохо соответствует пока и соответствовала. в том смысле, что, вот как мы обсуждали, должно быть некое действие образовательное, некая проба, некоторый там мастер-класс или мастерская, или игра, или еще что-то такое, что явно, так сказать, представить свое образовательное действие. И относительно этой реальности происходит некоторая дискуссия и обсуждение. И мы, помните, обсуждали, чтобы на пленарных докладах, хотя бы часть пленарных докладов, она была не сверху вниз, а наоборот, снизу вверх. Потому что, ну, с моей точки зрения, нормальная образовательная педагогическая практика, она больше строится как раз снизу вверх, чем сверху вниз. У нас достаточно много попыток сверху вниз, которые, ну, не особо нас устраивают в дальнейшем по качеству нашей дальнейшей жизни. И вопрос, вот, про, скажем, последствия введения регуляторов, он из той же серии. Поэтому вот такая, два предложения по тематике и комментарии-замечания на то, чтобы мы были самоштабны в между, ну, или в соответствии формы и, так сказать, содержания или способа работы, да, самого. Ну, я думаю, что и Елена Анатольевна. Можно. Сейчас запишу. Да. Дело все в том, что у нас везде указы президента и поручения не выполняется, это уже норма. Вот. А дело все в том, что почему-то, может, и там делается, но пока оно было до первого, до декабря месяца, это поручение, может, оно выполнено. Значит, короче говоря, 5 июля, в день своего рождения, я был на бурятском образовательном форуме, просыпаюсь с утра, открываю, значит, айпад и письмо от Адамского. Ну, думаю, молодец, с утра меня с днем рождения решил поздравить. Открывая это, он мне переслал поручение президента, чтобы я прочитал. А он, значит, там два поручения. Одно было товарищу Медведеву, это по поводу дополнительных образовательных услуг, а второй, который меня убил, я все день рождения, так сказать, плакал в душе. То, что он перечеркнул собственный закон, который он принял, и стандарты. Там было два поручения. Первое поручение, разработать минимум содержания образования Ливанову. И второе, значит, описать образовательные результаты, которые не были описаны в стандарте. Выполнен, не выполнен, Павел Аркадьевич, на это ответил. Сроки еще не наступили. Декабрь, нет, там декабрь 13-го года. И обеспечить сопоставимость. Так вот, что нас здесь мучило? И вы видели, так сказать, разные трактовки понятия содержания образования. Поэтому мои предложения. Может быть, мы как-то сможем на следующей конференции обсудить, а что есть сегодня содержание образования. Потому что одно из главных кусков теории обучения, это что понимается под содержанием образования. Это система учебных предметов. И это только содержание. Или содержание образования школы 21 века, это что-то, либо другое, либо еще что-то. Вот где-то покрутиться, потому что либо нам дадут минимум содержания 2004 или 1998 года вновь, или фундаментальное ядро имени Кондакова. И либо, может быть, мы что-то, пускай позже, но поймем про содержание образования, как один из элементов дидактики. Чтобы у нас, может быть, в нашем профессиональном сообществе было какое-то, ну, не единое, но какое-то близкое понимание под содержанием образования. Спасибо, Борисович. Я еще хочу немножко смягчить этот... Как вы, что испытали там, когда шок, вот, да, шок. Поручение звучит так. При разработке примерных основных образовательных программ Учесть минимум содержания образования и сопоставимость образовательных результатов. Вы первую часть сразу послушайте. При разработке примерных основных образовательных программ. То есть, поручение процедурное, процедурное, а не содержательное поручение. То есть, мы в порядке, который будет порядок разработки экспертизы и размещения в реестре. Летом был проект по экспертизе примерных образовательных программ. Если у нас нет общепринятого минимума содержания, и стандарт никак не задает этот минимум содержания, то как эксперт, который будет экспертировать примерную образовательную программу, скажет, вот это содержание, которое группа разработчиков в примерные программы заложили, это содержание правильное или это содержание неправильное? Когда, помните, у нас были программы учебные, был минимум содержания, что сопоставляли? Соответствовали программа Пупкина минимуму содержания. Соответствовали, давали, так сказать, заключение, что есть. Вот опасность в том, что будут экспортироваться примерные программы, не имея минимума содержания, или наоборот, поручат сейчас Российская Академия Образования быстренько опять возобновить это минимум содержания, и тогда все примерные программы, которые захотят попасть в реестр, так сказать, вот этот министерский, должны соответствовать какому-то пока неизвестному минимуму содержания. И тогда я говорю, минимум содержания, это набор литературных произведений, там 100 книг, 100 фильмов, 100 уравнений, 100 рек, 100 биологических объектов, что минимум содержания, или деятельность учебная, это и есть содержание, образовательные события, это содержание, вот по каким основаниям эксперты это будут делать. И поэтому, да, поэтому может быть и нет сейчас этого приказа по экспертизе примерных программ, потому что как сопоставлять с минимумом содержания? Там еще масса юридических. Тупиковая ситуация. Вот уже дискуссия, уже пошла, ну то есть вопрос есть, да, по содержанию. Уважаемые коллеги, ну я постараюсь очень быстро три момента сказать, что, ну всем известно, что даже важно не только само событие, то есть вот само время проведения конференции, но очень важным является и тот момент, когда конференция готовится. И на самом деле у нас в институте были очень такие споры, и мы очень активно это обсуждали, поэтому большое спасибо всем, кто вот в этом подготовительном процессе и вот в этих дискуссиях участвовал. И нужно поаплодировать, Павел Аркадьевич, ургруппе, Центру современной дидактики, всем руководителям дискуссионных площадок, большое спасибо. Спасибо. Второе, конечно, большое спасибо, ну не могу, потому что Алексей Борисович самый такой долгожитель этой конференции, вот, ну вот большая признательность именно за ваше постоянство и за то, что вы, ну очень серьезно относитесь к этому мероприятию. Значит, очень приятно, что наши коллеги с Киева откликнулись на наше приглашение, и их каким-то образом заинтересовала наша программа, и, значит, жалко, что это, ну время у нас такое короткое получилось для общения. В прошлом году на конференции все докладами, вот помните представители школы Громыка, мы просто вот, и когда в этом году, вот, слово правильное было, обалдели. И когда Алла Алексеевна в этом году продолжила держать флаг своей школы, это тоже было очень приятно, и вот уже складываются такие, действительно, как Владимир Борисович сказал, вот представители разных направлений, это здорово. Ну, вот, я не знаю, это, наверное, читалось по программе, мы же пытались попробовать вот эти новые направления в дидактике или тренды, ну, задать через направления вот этих дискуссионных площадок. Это была на самом деле такая диагностичная, с одной стороны, ситуация, когда мы увидели, что поместить под эти направления, под эти тренды мы можем мало чего. И, ну, это так, как есть на сегодняшний день, но вот, как бы, с одной стороны, это печально, с другой стороны, это может быть нормально, но что, над чем я уйду с этой конференции, размышляя, то все-таки, вот я уже говорила в самом начале, что нужно сделать такое, чтобы от обычного, почти житейского, значит, когда мы делимся своими трудностями профессиональными, перейти в какой-то конструктивный разговор, в шаги и попытки. Потому что, ну, вот, к сожалению, очень трудно было на дискуссионных столах пробиться, ну, вот, через вот это вот, когда люди делились своими трудностями. И как воспитать эту культуру, эту компетентность, когда есть задача, ее надо решать, ну, или хотя бы какие-то попытки...